Добрый день, уважаемые подписчики! В прошлом видео я рассказал вам о методике проведения археологической разведки. В сегодняшнем видео мы приступим к практике нахождения древних городов. Мы отправляемся туда, откуда я родом, а точнее это Тульская область, Щекинский район. Но прежде чем начать поиски древнего города Уплава, мы рассмотрим пример поиска, используя материалы немецких коллег-археологов. Нам поможет немецкий город Манхинг, расположенный в федеральной земле Баварии. Аэрофотосъемка проведена немецкими историками. Современные улицы часто прокладываются по старым дорогам вдоль бывших крепостных стен. Две с половиной тысячи лет назад город выглядел приблизительно так. Здесь жили кельты, которые плавили металл у себя во дворах, продажей которого они потом занимались на экспорт в Галлию, нынешнюю Францию. После покорения Галлии римлянами, под предводительством Юлия Цезаря, продажи металла в Галлию прекратились и город пришел в упадок. Он исчез с поверхности, как будто его тут никогда и не было. Здания могут исчезнуть, но следы дорог и улиц останутся на долгое время. Ни время, ни новые поселения не в силах стереть эти следы. Исходя из исследований Светланы Жарниковой, в современной Тульской области России есть город Крапива. Считается, что название этого города произошло от густых порослей крапивы в здешних местах. Сохранилась и другая, возможно, сакральная версия происхождения названия города. Так как часто в старых документах крапивно пишется через «о» – «кро-пивно» от слова «кро-пить» в смысле «освещать». Но самое удивительное, что стоит этот тульский город на месте слияния двух рек – Упы и Плавы. В одной из книг Махабхараты рассказывается о городе Уплава, бывшей некогда столицей народа Матьев, проживавших в царстве Вераты. На сангскрите слово «Верата» означает «крапива». Посмотрите внимательно на карту и вы обнаружите надпись «Веритова-Веритва», «Верата» или «крапива». Народ Матьи упоминается в Ригведе, Каушитаке, Упанышаде, в Гупадхе-Брахмане, в Ману-Санхите и Шатабхата-Брахмане. Махабхарата, книга о нападении на спящих, сообщает о Матьи, как о союзниках пандавов во время кровопролитной битвы на поле Кур-Ук-Шетры. Эта грандиозная битва произошла около городов Кали-Юга, Уплава и Ракси. Все они находятся на одной линии. Перед вами карта 1816 года. В 1913 году городу Крапивно построили шоссе, а ведет она в деревню Ясинки, сегодняшний город Щекин. Мы начинаем поиски в Крапивинском треугольнике Синявина, Крапивно, Старая Огаревка. Постепенно начинает вырисовываться контур бывшей крепостной стены. То же самое мы видели у немецких историков. А вот и появилась окружность старого города. Неподалеку в лесу расположены змеевые валы. Современные историки называют их тульскими засеками. Так выглядит снимок со спутника. А это то, что мне удалось обнаружить. Посмотрите внимательно на эту картинку. Синим я выделил направление главных дорог. Перед вами современный герб города Крапивно. Герб Крапивно и структура снежинки, которую я выделил синим, идентичны. Обратимся к официальной исторической карте Рязанского княжества конца 14-го, начала 15-го века. На ней мы встретим на месте Крапивны город Микитин. Эта карта поможет нам в дальнейших выводах. Хочу высказать свою признательность своим землякам. Вадиму, канал Неофициальная история, и Евгению, канал Разгадки истории, а также Андрею Корнееву из Липецка. Также, пользуясь их исследованиями, я смог сделать свои выводы. А это уже совместная сетевая деятельность. Нам всем во благо. Посмотрите на мою карту, что стало теперь заметно. Мы видим две пересекающиеся прямые линии, на которых отдельными точками расположены города. Линия Белев, Рязань, включает в себя Адоев, Тулу, Венев и два неизвестных города. Город между Адоевом и Тулой пытался разыскать Вадим. Канал Неофициальная история. Он был почти рядом. Я указал место более точно. Вторая линия проходит от Калуги или Калиюги до Астрахани, пересекая Уплаву, Раксин, Липецк или Матуру с пятью буграми-холмами и доходя до семи бугров-холмов за Астраханью. Многие названия городов теперь изменены. Была Калиюга, стала Калуга. Была Матура, а теперь Липецк. В России на реке Воронеж находится крупный город Липецк. Нет, этого названия вы не отыщете в Махабхарате. Но зато вы найдете там название города Матура, Матхура, одного из семи священных городов, древних ариев. Эпос говорит о том, что для захвата Матуры Кришне необходимо было вначале овладеть пятью возвышенностями в его окрестностях. И по сей день в реку Воронеж у Липецка впадает река Матыра. И как много тысяч лет назад пять холмов к северу от Липецка продолжают господствовать над долиной. Город Ракси сравняли с землей. Вадим с канала «Неофициальная история» снимал рядом на реке красивой мечи. Точное расположение останков города у населенных пунктов «Заря» и «Сторожа». Ракси на санскрите означает «Сторожа». Вывод из сегодняшнего практического видео. Города строились на одной линии. Вы это видите на приведенной мной зеленой сетке. Линии городов чертились под определенным углом друг к другу. Образовывалась сеть из населенных пунктов, покрывающая всю поверхность Земли, примерно как сейчас мобильная сеть или сеть интернета. Эта сеть была глобальной и состояла из нескольких уровней, которые накладывались один над другим. Открытым остается один вопрос. Кто спроектировал и создал эту сеть? И для какой цели? Проверьте эту теорию сами, воспользовавшись картами Google. Из Липецка через Рязань и Ярослава вы попадете в Вологду. По прямой из Рязани вы окажетесь в Калуге. Из Москвы через Тулу, Советск, Ливный, Донецк вы попадете в Геленджик. Из Рязани через Орел, по прямой вы придете в Киев. Более масштабно, по прямой из Питера на юг вы попадете в Одессу. Из Одессы на запад вы попадете в Колодец, посвящение недалеко от Лиссабона в Португалии. Кто-то скажет, какие города, где они? Там чисто поле или лес. Так вот, лесом и полями прикрывают древние поселения, которые не должны противоречить официальной науке. А как глубоко приходится рыть, когда приспичит? Я вам покажу прямо сейчас раскопки на практике в городе Ульми, Южная Германия. Перед вами план застройки будущей подземной парковки. Подогнали экскаватор, вот чего нашли ребята. Под землей дерево и практически не сгнило, сохранилось почти идеально. Чистокол под землей, от черти огораживались. Стенка, вроде как новодел. То, что не нужно видеть, накрывают навесами и роются поглубже. Тарелки почти не битые. Обнаруженный туннель тут же заложили, чтобы там никто не шаркал. Здесь посмотрите, как глубоко необходимо копать. Перед вами все слои культурного слоя за несколько веков. Вот такие фрески обнаруживаются под землей. Благодарю вас за внимание и уверен, что вы не зря потратили свое время за просмотром этого фильма. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Пока!